Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о седьмой главе книги пророка Езекииля. Седьмая глава содержит еще одно пророчество о наступлении Вавилонина на Иерусалим, пророчество также предсказывающее, пугающее, грозную судьбу жителей Иерусалима и земли Израильской. И в то же время, по сравнению с другими, здесь есть некоторые специфические нюансы, характерные именно для этой главы. Господь говорит, земле Израильской конец, конец пришел на четыре края земли. Вот такое, если хотите, глобальное географическое пророчество, потому что четыре края земли символизируют всю полноту территории, всю полноту географии, всю полноту сторон света. «О земле Израилевой конец, говорит Бог, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои, и не пощадит тебя око мое, и воздам тебе по путям твоим, и не помилую». Вот здесь есть два важных аспекта. Первый, который повторяется снова и снова, не только у Езекииля. «Буду судить тебя по путям твоим, воздам тебе по путям твоим». Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, говорит Господь Иисус Христос. В отношениях с Богом этот принцип работает всегда, и в Ветхом Завете в том числе, «Потому Господь и говорит много раз, вот и здесь, и дальше в этой главе, и буду судить тебя по путям твоим». Каким судом судите, таким и вы будете судимы. Какую меру и мерите, такой и вам отмерено будет. Бог говорит о том, что он судит, конечно же, народ Израилев, но это суд, совершающийся по путям этого народа. Такое впечатление, что здесь действует некоторый нравственный закон мироздания, и потому его действие оказывается таким пугающим, что пути Израилевы на самом деле – это пути насилия, обмана и предательства. В конечном итоге на самом деле основная милость Божья к людям заключается в том, что он отказывается от этого принципа, что он с одной стороны говорит израильтянам и нам тоже о том, что буду судить тебя по путям твоим, но в конечном итоге говорит нет, милость превозносится над судом. Но это еще далеко впереди. Здесь же Господь говорит, «Вот беда единственная, идет беда, дошла напасть до тебя, житель земли, приближается день смятения, и буду судить тебя по путям твоим». И отдельная трудность этих слов заключается в том, что, казалось бы, можно было сесть и задуматься людям о путях своих, о том, а что же это за пути, по которым Бог будет нас судить. и увидели бы тогда, что это пути беспощадности, путь глухоты к страданиям окружающих, путь пренебрежения миром, путь абсолютного эгоцентризма, путь неверности друг другу и Богу. Вот что такое пути твои, по которым буду судить тебя. Понимаете? Но ужас заключается в том, что мы оказываемся практически не способны увидеть себя вот так со стороны, так, чтобы, как в предыдущей главе, почувствовать отвращение к себе за то зло, которое мы делаем. Только очень немногие избранные, как мы бы хотели сказать, очень немногие люди к этому способны. Бог же говорит, «Буду судить тебя по путям твоим». И потому что наши пути так чудовищны, так ужасен и суд, который Бог произносит над всей землей. Ну и, кроме того, для седьмой главы очень важно, что вот наступил этот день. Вот наступил этот день. День посещения, день мщения, день Господень. Опять-таки, современный читатель гораздо в большей степени привык к словам там «Вот теперь день спасения, сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь». Но для Иезекииля, как и для его читателей, гораздо актуальнее представление о том, что день Господень – тьма, а не свет. Нет в нем тьма, нет в нем сияния, он великий и страшный, и пугающий. И хотелось бы как-то отодвинуть его, избегнуть его, но вот он наступил. Вот он наступил, этот день посещения. И Господь говорит о том, что никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. Бог свидетельствует, что беззаконие и идлопоклонство – это путь смерти, это путь, в котором нет никакой жизни и нет никаких взаимоотношений с Богом, который является единственным источником жизни, потому что это все прямо перпендикулярно заповедям Божьим. И вот Господь говорит о том, что гнев Божий над всем множеством израилевым, как это выглядит? А выглядит вот как. Все очень громко ахают и ухают, и ничего не меняется, и ничего не делают. Вот прям, ну, буквально как в соцсетях. Очень много шума и абсолютно никакого действия. Вот. Все готовятся, никто и не идет на войну. И все они в итоге будут стонать, каждый за свое беззаконие. И продолжая, Господь говорит, серебро свое они выбросят на улицу, они не насытят душ своих и не наполнят утроп своих при помощи серебра и золота, потому что оно было поводом к беззаконию. И поэтому, говорит Господь, это серебро и золото, я сделаю нечистым для них то серебро и золото, из которых делались разнообразные идолы, и отвращу от них лицо мое, и осквернят сокровенное мое. Отчасти предваряя следующую главу, восьмую, Господь говорит о том, что в Иерусалиме, в Доме Божьем, в Святыне Господня, вокруг которой наплодил Израиль множество разнообразных идолов, и где совершаются самые разные беззакония. И вот все это оскверняет ту Святыню Божью, которая еще остается в Иерусалиме. Дальше Господь говорит, положу конец надменности сильных, будут осквернены святыни, будут искать мира и не найдут. Потому что своеобразный, нравственный, цивилизационный, социальный, политический, какой угодно, тупик, загнали себя люди своим насилием друг над другом и идолопоклонством. Будут искать мира и не найдут. Весьма вероятно, речь идет о попытках тех или иных, оставшихся в Иерусалиме, вельмож, навести мосты, вести какие-то переговоры с Вавилонинами и так далее. Сами эти люди ни на какие переговоры не шли. Если они были сильнее кого-то, они совершали неконтролируемое и неограниченное насилие. и какие-нибудь угнетенные, слабые, бедные, малые, на которых наваливалась мощь этой самой Иерусалимской державы, они, наверное, тоже посылали переговорщиков, просили там пощады и так далее. И не встречали понимания. Да, поэтому и когда Израиль, Иерусалим будет искать мира у Новых и Доносора, не найдут. Не найдут. Потому что буду судить их по судам их, поступлю с ними по путям их. Вот это очень важный, может быть, центральный, основной урок этой главы. Но плюс еще в последних стихах Господь добавляет еще один важный аспект. Дело в том, что мало того, что израильтяне нарушают волю Бога и нарушают верность Богу, поклоняясь всякой дребедине, но еще и они ожидают от этих самых идолов, ожидают вразумления, наставления, учения, совета и так далее. И Бог говорит, ну вот по путям вашим вы пытаетесь получить совет у деревяшки, его не будет, и лишается народ Божий возможности услышать вразумление от Бога. Будут просить у пророка видения и не станет учения у священника, совет у старцев, царь будет сетовать. Ну вот тоже очень важно на самом деле, что народ, который нарушает заповеди Божьи, лишается этого наставления и не будет учения у священника и совета у старца, потому что люди выбирают путь почитания ерунды, идолов, выдумки, почитания насилия. Вот и это путь, на котором всякие взаимоотношения с Богом прекращаются. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...